Добрый день. Сегодня я начинаю запись замечательного романа, автор японский фантаст середины 20 века Сакьё Камацу. Роман называется «Гибель дракона». Это фантастическая притча о возможном погружении Японии под водой Тихого океана и гибели. Вот. Весьма трагическое. А предисловие, с которого я начну, написал наш советский фантаст, тоже, наверное, известный тем, кто увлекается фантастикой советской, в том числе, Еремей Порнов. Так вот, предисловие Еремея Порнова, сейчас я с него начну, насколько это будет возможно, пока язык не начнет заплетаться. Так вот, предисловие называется «Жестокий эксперимент». В токийском районе Асакуса есть храм милосердной богини Каннон, построенный из стволов криптомерий. Перед входом стоит бронзовая курильница, окутанная благовонным дымом можжавельника, отгоняющего всякую скверну. Рядом, выложенный замшелыми валунами, колодец. Прежде чем ступить на храмовые ступени, богомольцы нагоняют на себя дым, дышащий беспокойной горечью, и, зачерпнув серебряным черпаком из колодца, очищают свое дыхание колодезной водой, от которой стынут зубы и тревожно заходится сердце. Под темные своды святилища, где перед изображениями богов жгучими огоньками тлели курильные палочки, я вошел вместе с Акё Камацу, самым популярным фантастом Японии. Было это в год Пса и Металла, что соответствует 1970 году, принятого у нас Григорианского календаря. По красной печати, которой пожилой буддийский монах деловито отметил наши буклеты с описанием храмовых святынь, я легко могу установить месяц и число. Для меня тот незабываемый день в известной мере стал знаменательным, ибо именно тогда я впервые увидел непередаваемое чувство — чудо, каменный сад. Случилось это уже под вечер, когда в закатной позолоте еще четко различимы контуры загнутых черепичных крыш, но уже непроглядны и неразличимы тени, и летучие мыши чертят в воздухе стремительные фигуры. Проделав на Тойоте Королла с телевизором и кондиционером... Бог ты мой, 1977 год, Тойота Королла, телевизор, кондиционер... И так вот, Бог знает, сколько километров по скоростным токийским эстакадам мы с Камацу оказались вдруг перед высокой стеной из грубого камня, за которой четко вырисовывались в холодеющем золоте почти черные сосны и криптометрии. Криптометрии. Ну, я не знаю, как ударение правильно, но сейчас обязательно посмотрю. — Помните калитку в стене Уэллса? — спросил Камацу, указывая на маленькую калиточку, которую я поначалу и не заметил. — Сейчас мы окажемся в ином времени, а может и в ином пространстве, ибо они неразрывны — пространство и время. — Тоннель в эпоху Эдо? — пошутил я, намекая на прославленную повесть моего коллеги и проводника. — В мир, созданный Камацу? — Нет. — Не принимая шутки, — ответил он и молчаливым поклоном поблагодарил за комплимент. — И пространство и время изначально слиты в пустоте, из которой рождается все. — Мы идем приобщаться к этой творящей пустоте. Метующееся сердце человека тянет излить туда суету и тревогу. — Здесь храм секты Дзен, — догадался я. — Хай! — утвердительно улыбнулся Камацу, и мы, ускоряя шаг, пошагали по уложенной неровными каменными плитами тропе к Торию, воротом выполненном в виде знака неба. — Что знал я тогда об учении Дзен? — Очень немногое. Мысли мои были смутны, ожидания ошибочны. — Секта Дзен не признает идолов, — писал Исакури Кавабата, первый японский писатель, удостоенный Нобелевской премии. — Правда, в дзенских храмах есть изображение Будды, но в местах для тренировок и в залах Дзена нет ни статуэток Будды, ни икон, ни сутр. В течение всего времени там сидят молча, неподвижно, с закрытыми глазами, пока не приходит состояние полной отрешенности. Тогда исчезает я, наступает ничто. Но это совсем не то, ни что, что понимается под ним на Западе. Скорее, наоборот. Это вселенная души, пустота, где вещи приобретают самостоятельность, где нет никаких преград, отречений, где есть свободное общение всего со всем. Или всего во всем. Дзен много шире, чем религиозная секта. Это своего рода миросозерцание и организация окружающего мира. Знаменитая чайная церемония, пережитая к одной из дзенских мистерий, не случайно, и теперь приглашенные на церемонию гости попадают в покой, предназначенный для чаепития. По узкому темному лазу европейцам невдомек, что это не так, ё-моё, всё заново. Дзен много шире, чем религиозная секта. Это своего рода миросозерцание и организация окружающего мира. Знаменитая чайная церемония, пережиток одной из дзенских мистерий. Не случайно и теперь приглашенные на церемонию гости попадают в покой, предназначенный для чаепития по узкому темному лазу. Европейцам невдомек, что это символизирует блуждание духа. Точно так, как понимают они, что пузыри, тающие фарфоровой чашки, указывают на приходящую и жалкую непрочность всего сущего. Именно в этой лопающейся пене, тщательно взбитый бамбуковым венчиком, и заключается смысл церемоний, а не в самом чае, зелёном и неподслащённом. Искупо написанное на тонком шёлке «какэмоне», будь то иероглиф или ветка сосны, которые вы обнаружите в нише вашего гостиничного номера, может иметь отношение к дзен, даже искусство аранжировки цветов в вазе экибана, особенно способно выразить идею пустоты, освобождение от форм бытия, восстановление подлинной правоприроды человека, возвращая... Ну, в общем, Еремей Парнов, конечно же, больше нас разбирается в дзен. Даже искусство аранжировки цветов в вазе экибана способно выразить идею пустоты, освобождение от форм бытия, восстановление подлинной первоприроды человека, возвращение к вечным истокам. Как сказать, в чём сердце суть? Шум сосны на суми-э. Суми-э – картина, нарисованная тушью. Эти стихи принадлежат поэту-монаху, жившему в XV веке. Горсть воды или небольшое деревце вызывает воображение громадные горы и огромные реки. В одно мгновение можно пережить таинство бесчисленных превращений. Вторит ему средневековый мастер экибаны. Та же идея отражения большего в малом, преломлённая сквозь пустоту, заложена и в неповторимых японских садах. Минуя храм, мы обогнули крытую веранду и очутились на пустыре, с трёх сторон огороженном высокой каменной стеной. Здесь были лишь камни разных размеров, неровные и замшелые, и мелкие гравии, которые с помощью грабель уложили в нехитрый концентрический узор. Наглядная символика океана, окружающего скалистые острова. — С какого бы места вы не смотрели на эти камни, вам никогда не увидеть их все сразу, — объяснил Камацу. — Недосказанность природы. Он умолк. И за всё то время, что мы пробыли в саду, молчаливого созерцания не проронил больше ни слова. О чём он думал, прислушиваясь к зову пустоты? Было ли дано ему пережить Сатори? Мгновенное озарение, прикрывающее суть вещей, не знаю. Зато на обратном пути, когда за полироидными стёклами машины уже неистовствовала световая феерия гинзы, Камацу неожиданно сказал. — Для меня эти камни олицетворяют Японию. Непонятной игрушкой стихийных сил она поднялась из вод, и в один кошмарный день исчезнет в волнах, унося в небытие всё великое и неизменное, что успело взрасти среди нагромождения камня. Я не придал тогда значения этой реплике, ибо догадывался, что лишь с очень большой натяжкой можно уподобить сад камней эдакой модели островной страны Ниппон. Не возражая вслух, я по японскому обычаю промолчал и не произнёс вертевшегося на языке слова «отрешённость». Теперь я сожалею об этом, поскольку понимаю, что уже тогда Камацу замыслил своё будущее программное произведение «Гибель Японии». В русском переводе оно получило название «Гибель дракона», дракон-символ Японии. Стоило мне погрешить против этикета, тому, кто привык считать молчание знаком согласия, это простительно, и мой собеседник, возможно, глубже раскрыл бы предо мной глубинную идею задуманной вещи. Теперь, когда я работаю над предисловием к русскому изданию, уже законченного произведения, мне было бы куда легче истолковать его подтекст, его потаённый, а по японским канонам основной смысл. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Скорее всего, простив мою оплошность, Камацу едва ли позволил бы допустить себе неучтивость. На моё возражение он бы ответил только молчанием, знаком несогласия. Теперь, прочитав роман и даже посмотрев одноимённый фильм, я совсем иначе понимаю его слова, обронённые на пути в отель Нью-Джепан ясным вечером 29 августа 1970 года. И меня снедает беспокойство и неуверенность в том, что я понял их достаточно глубоко. Ни тогда, ни два года спустя, когда принимал Камацу в Москве, я не заговаривал с ним о саде камней. И это понятно, потому что гибель Японии была тогда всего лишь вещью в себе, которую мог ощутить только Творец. Пабула романа очень точно, жёстко детерминирована и вполне очевидна. Мне нечем её дополнить. Она не оставляет простора для толкований, без которых любое предисловие становится просто бессмысленным. Речь таким образом может идти именно о подтексте, глубины идеи, которая остаётся за кадром. Повторяю, я не знаю, о чём думал автор нашумевшего бестселлера о Новой Атлантиде, когда его взгляд блуждал по бесформенным глыбам. Но начало романа, его геологическая предпосылка, позволяет мне сделать некоторую реконструкцию. Японские мифы, записанные в книге «Кодзики», буквально «Записки о древних делах», повествуют о двух божественных началах бытия — мужском инзанате и женском инзанами. Соединившись, они породили главные острова страны восходящего солнца, богов, людей и почти всю окружающую природу. Это была вполне благополучная космогоническая гипотеза, без взрывов и фантасмагорических катаклизмов, присущих борьбе космоса и хаоса. Но так продолжалось лишь до той минуты, пока инзанами не надумала породить бога огня. Вырвавшись на волю, это божество, олицетворяющее потаённые доселе пламень, основательно встряхнуло острова, продолжая трясти их по сей день, и внесло чудовищную неразбериху в сообщество первых небожителей. Не только неразбериху, а и самую смерть, потому что, когда из чресел первобогини-матери вырвались огненные языки, она застонала и умерла. Инзанати, подобно Орфею, отправился в преисподнюю, чтобы вырвать дорогую супругу из объятий смерти. Оскорблённая тем, что муж посмел взглянуть на её обожжённый, обезображенный труп, Инзанами наслала на него сон бесовских отродий. Спасаясь от преследующих его отвратительных ведьм, Инзанати, подобно героям многих сказок, бросал за собой то гребешок, из которого вырастали непроходимые леса, то головную повязку, обернувшуюся цепкими лозами винограда. Теперь ему в одиночестве предстояло продолжить великую миссию миротворения. Из обоих его глаз и из носа должны были родиться главные боги Синто, солнечная Аматарасу Амиками, владыка Луны Цукиоми и беспокойный Сусаноо, которому предстояло натворить в этом лучшем из миров немало бед. Такова мифологическая предыстория пленительной и суровой страны, чью страшную гибель столь наглядно и убедительно нарисовал на страницах своего романа Камацу. К счастью, романа фантастического. Казалось бы, какое место может занимать мифология век атома и кибернетики? Но, подобно тому, как в тени небоскребов из стекла и стали скрываются каменные сады и храмы, возведенные из стволов священных криптомерий, она тайно пронизывает неповторимый образ мысли жителей древней страны Ниппон, сумевших покорить бесплодные камни. Башня солнца над шумной и многоязычной ярмаркой в Осаке. Мучительное и торжественное восхождение от мертвой материи к высшим формам жизни и разума, величественная лестница эволюции. Бог создал человека по своему образу и подобию. Человек отплатил ему тем же. Этот мудрый афоризм должен приходить на память, когда эскалатор несет тебя мимо разноцветных причудливых масок. Здесь, наверное, боги всех времен и народов, грозные и милостивые, с ликами устрашающими и прекрасными. Мифология человечества, его долгий сон, его прошлое. Все дальше и дальше уводит лестница эволюции к иным высотам, к иным свершениям. Торжество разума и гармонии, космическое будущее Земли — это уже иная мифология, рожденная нашим прекрасным и трагическим веком. Не случайно, совсем не случайно, в числе тех, кто задумал этот величественный памятник истории побед и заблуждений человека, были ведущие фантасты Японии. И прежде всего Сакё Камацу, которому принадлежит сама идея сооружения. Научная фантастика — уникальное детище культуры нашего века, мост между могучими путями познания, наукой и искусством. Впервые научные фантасты мира встретились в тот год пса и металла за одним столом. И опять-таки не случайно, что произошло это в Японии в год Всемирной выставки. Фантастика оказалась права. Человечество действительно превратилось в космический фактор. В этом можно было наглядно убедиться, побывав в павильонах СССР и США. Но то, что фантастики, космической, земной и подводной, целиком был посвящен один из японских павильонов, удивило даже научных фантастов. Конечно, не самих японцев. Много сделавших для того, чтобы фантастика стала повседневным элементом культурной жизни их страны. Своеобразными приемами при исследовании грядущего пользуется Сакё Камацу. Сквозь атомный пепел пробивается зеленый росток. Суждено ли ему вырасти? Во что он превратится? В уродливого мутанта? Или надежда на лучшее все же есть?